здравствуйте друзья видите вот справа нет ну да справа стоит значок налево показывает это значок говорит что там у нас open house то есть можно прийти посмотреть домик который продается я пока вот до этой точки от дома доехал ну занял там три минуты и таких значков от разных рил эстейтных агентств было наверно 7 или 8 это так вы странно знаете чтобы в четверг вот представьте себе четверг обычно это происходит в субботу или в воскресенье или в субботу и воскресенье но так чтобы в четверг это какой-то я не знаю вот рыбный день четверг я помню вот молодой был кто не знает что такое рыбный день где я потом может расскажу если будет интересно но вот так чтобы open house по четвергам такого не было иногда знаете в виде какого-то экстрима невероятного это случалось по пятницам но это экстрим это я не знаю но это вы не можете рассчитывать на то что в пятницу пойдете смотреть там что-то выставлено ну бывает ну я не знаю раз в сто лет но вот чтобы вот так что вот целая полная улица ну тут хайвей здесь вот мы сейчас едем тут больше не видать вот посмотрим когда с хайвей съедем что там будет но какая-то новая тенденция они видимо сговорились не может же так сразу вот чтобы в один день и не сговариваясь сразу все правда какие-то новые тенденции в торговле недвижимостью я-то привык по выходным там если время есть зайти куда-нибудь поснимать а теперь значит с утра получается я пойти с утра вот утром едешь по дороге на работу раз и заехал посмотрел там и поехал дальше интересно интересно такая вот жизнь друзья давайте я сделаю паузу паузу посмотрю что будет когда мы выйдем в город итак друзья мы выезжаем на улицу эл камина рил главную такую уличную магистраль кремниевой долины ну и собственно в широком смысле можно сказать что и всего западного побережья потому что если ехать 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 вот так вот то приедешь прямо в сиэтл а если развернуться поехать другую сторону туда едешь до сан-диего но давайте смотреть если тут какие-то таблички здесь конечно может быть улица слишком такая коммерческая и оживленно это не не жилой район конечно здесь но в принципе жилье тут неподалеку может быть мы наткнемся на что-то может нет посмотрим хочу сказать что сейчас у нас может сказать середина мая мы перевалили за середину мая и начинается может быть уже начался самый такой жор на недвижимость и на покупки продажи и на аренд аренду потому что каким-то образом таким вот все это связано завязано в значительной степени рынок завязан на переезд к началу учебного года вот когда люди думают когда переехать они говорят но надо чтобы дети успели закончить школу и вот летом переехать поэтому начинается вот такая ну как бы борьба что ли за такое место жительства где хорошие школы вот если люди квартиру в аренду берут рентуют как у нас говорят вот то они смотрят вот этот дом относится к какому школьному дистрикту и какая конкретно школа относится к этому дому какой у нее рейтинг там по десятибальной шкале тут еще есть такая тонкость не все знают допустим вы поселились в доме этот дом относится вот к этой школе у которой десятка самая лучшая там оценка но дальше получается что если вы поздно переезжали вот допустим в мае вы переехали пошли встали на учет там и все а если вы переедете например в августе за пару недель до начала учебного года вы пойдете и он скажет вы знаете что товарищ а эта школа уже все свободных мест нету но вы не волнуйтесь вы не волнуйтесь в нашем школьном дистрикте есть много школ вот например вон то а от а то у нее там пятерка и десятка пятерка поэтому как бы наиболее изощренные люди которые снимают жилье они снимают и вот так чтобы весь дистрикт был в десятках чтобы если тебя даже перекинут в другую школу что бывает чтобы то тоже было десяточка вот в этом смысле очень хороший школьный дистрикт например вот по левую руку от нас город лос-алтос там все школ десятки во всяком случае начальные и средние там может быть хайску лос-алтос к немножко сползла но все равно очень хорошие там другие есть причины лет вот и маунтин юхай которая тоже вот по левую руку от меня сзади осталось она тоже очень хорошая там помпа мы тоже 10 по-моему на десятка даже нет надо следить они там динамично движутся эти рейтинги очень хорошие вот так что сейчас самый сезон сейчас цены растут например если вы хотите снять квартиру ну допустим она стоит две тысячи в месяц в аренду сейчас стоит две тысячи месяц через месяц она может быть стоит 2 200 а допустим в октябре она может стоить там 1800 а в декабре может быть даже вам там она будет стоит 1700 и вам еще дадут месяц бесплатно там пожить как бы за первый месяц не берут потому что в декабре но вот где взять жильца в декабре в эти сейчас жилец идет косяком вот хорошее слово косяком идет а в декабре тут тут правда на нашей местности есть некоторая такая особенность этого рынка состоящая в том что начиная с первого октября до а это 1 октября это финансовый год открывается и вот финансовый год завязан на выдачу виз рабочих веч ванги поэтому если скажем в апреле вот сейчас да на вас подали и все это успешно прошло то начиная с 1 октября вы можете заехать то есть вы не можете приехать раньше вы должны приехать после 1 октября далеко не все приезжают 1 октября пока там визу получил пока билеты взял пока там туда все довольно много народу приезжает позже это будет может быть месяц позже два месяца позже три месяца позже я внимательно вот смотрю на знаки пока с вами разговариваю не вижу нигде вижу знаки что в аренду сдают а знаков на продажу не вижу но это правда не та улица где их можно хорошо видеть да так вот такой момент интересный сейчас самый самый жор и покупки тоже растут то есть вот в ценовом смысле конечно сейчас хуже всего снимать и если вот ребята приезжают там по гринкарт лотереи да там вот им там может быть даже не так важно они все равно только приехали они в декабре приедут или они там в августе приедут все равно ребенка в школу и тогда поэтому в этом смысле конечно легче приезжать вот в не пиковое время да так вот эти h1b создают дополнительную такую подпитку рынка да то есть они могут приехать ну скажем может быть парень приехал там я не знаю в декабре а феврале там в марте он там пока обустроился жилье снова там семью привез значит ему там нужно опять до обустраивать это не такая сильная волна как та которая имеет место вот сейчас летом ближе к началу школьного года но тоже косяк такой есть есть в хорошем смысле вот как как рыбка идет но я могу сказать что поскольку мы вот со светланой там имеем в обороте несколько единиц недвижимость которые на сдачу я могу сказать что конечно не сопоставимо по интенсивности и не дай бог что-нибудь сдавать в декабре или там в январе или феврале это конечно рынок понимаете не тот то есть вот желающих сдать ну сколько то есть да а желающих снять настолько мало по сравнению вот с этим сезоном что даже вот так планируешь там когда делать ремонт пойти сейчас вот начнешь делать ремонт там я не знаю в августе закончишь его там линии ну такой серьезный там с перестройка достройка чуть закончила там к новому году и и попал вот так такая вот история ну что друзья я почти приехал на работу сейчас светофор глазком нам подмигнет я окажусь на рабочем месте так что мы с вами пока прощаемся и до скорых встреч а я разузнаю отдельно чуть такое произошло по четвергам стали open house и производить и отдельно расскажу на каком-нибудь open house и например у нас есть знакомые риэлторы с которым мы периодически там общаемся обсуждаем что-то вот так что я разузнаю все друзья счастливо